Привет всем! Меня зовут Катерина Кунц, и я приветствую вас на своем канале Сибирь-Калифорния. Это видео я первый раз записываю не внутри дома, а снаружи, потому что сейчас уже около пяти часов вечера, и здесь единственное хорошее освещение. Немножко, правда, ветрено. Это видео я решила сделать полезным для вас и записать некую видеоинструкцию о том, как легализировать, подтвердить ваш зарубежный диплом здесь, в США. Итак, для начала, для чего вам необходимо подтверждать свой диплом в США? Во-первых, миф о том, что российское образование, да и вообще образование любых стран СНГ, не котируется вне этих стран, это действительно миф. И если ваш диплом, полученный в любом университете России, Украины, Казахстана, вы эволюируете, то есть переоцените по американским стандартам, здесь, в США, вы сможете также претендовать на должность на равноправной основе с другими соискателями, с американскими дипломами любого колледжа. Подтверждать ваш диплом необходимо в случае трудоустройства на работу, либо, если вы хотите продолжить ваше образование и не учиться, например, заново на бакалавра, а уже продолжить подальше, повышать вашу степень, то для начала вам нужно будет эвалюировать, оценить ваш нынешний диплом. Итак, как же это сделать? Существует три шага. Первый – это получить апостиль на ваш диплом. Второй – это перевести ваш диплом на английский язык в сертифицированном центре переводов. И третье – это уже отправить оригиналы документов, ваш диплом и его перевод в один из институтов, который занимается эвалюацией дипломов. Итак, теперь по порядку. Первый шаг – получить апостиль на ваш диплом. Апостиль – это такая небольшая бумажка, которую вы получаете в комитете по образованию вашего региона, подтверждающая, что ваш диплом был получен легальными законным путем в аккредитованном образовательном учреждении, и то есть, что вы не просто и банально не получили где-то в подворотне и не купили. Апостиль выглядит примерно так. Просто это такая квадратная бумажка, которая прикрепляется ко всем листам диплома. И, как я уже сказала, получить ее можно в комитете по образованию в вашем регионе. И эта процедура стоит около полторы тысячи рублей. Второй – это перевести ваш диплом на английский язык. Желательно это делать не самостоятельно, а доверить сертифицированному центру переводчиков, заплатить некоторую сумму. Можно это сделать как в своей стране, так уже и в США. Я думаю, кстати, в вашей стране это было бы дешевле, потому что мало кто не знает русский язык, и требования у институтов оценки дипломов в том, что ваш диплом был с апостилем и переведен на английский язык с печатью центра перевода. И третье – это выбрать учреждение, в которое вы отправите свой диплом уже здесь в США, и который переосмотрит его и подстроит под американский стандарт. Честно, их существует огромное количество, десятки, и я не могу подсказать конкретно и какой порекомендовать, но я в комментариях дам ссылки на некоторые, самые, я думаю, известные институты, самые крупные. Но лично я проходила эту эвалюацию в институте под названием WES – World Education Services. Он находился в Нью-Йорке, то есть отправлял свои документы из Калифорнии в Нью-Йорк. Но я думаю, это было необязательно, и я могла найти другие институты в Калифорнии. Так, сама процедура, она бывает двух типов. Есть вариант document by document, где вам переводят ваш диплом, эвалюируют его как целое, то есть не переводят ваши курсы, а просто переводят вашу степень под американские стандарты. И просто говорят, в каком университете вы получили это образование. Такая эвалюация, я думаю, нужна для устройства на работу, когда вам просто необходимо показать ваше образование, что оно получено и легально. Второй тип называется course by course, то есть предмет к предмету. Это уже более детальная эвалюация. Там уже эвалюируют ваши предметы, которые вы изучали, часы академические переводят в кредиты, и ваши оценки пятерки, четверки, A и B переводят уже в американские стандарты по четырехпальной системе. В конце вы считывают ваш средний GPA, средний балл. Такую эвалюацию вы уже можете использовать как в ее устройстве на работу, если вы хотите показать, какие именно предметы вы изучали. Также и при поступлении в университет, если вы хотите получить дальнейшую степень. Я выбрала второй вариант, то есть эвалюация предмет к предмету. Это мне стоило 160 долларов. И по-моему, это средняя цена на эту услугу в любых институтах. Мои результаты были готовы примерно через три недели после того, как я их отправила в Нью-Йорк. И обратно я получила вот такую бумагу. Здесь четыре листа и в начале просто вступления. И здесь уже результаты. То есть написано Credential, Validation and Autistication Report. Кстати, моя степень в России называется диплом специалиста. Я училась пять лет и мою степень специалиста приравняли к степени бакалавра и магистра. То есть в Америке мы несколько повысили статусы и наши пять лет учебы приравнялись к магистерскому званию. Дальше все предметы, которые я изучала. Название предмета, количество кредитов и оценка в американских стандартах. У меня это заняло всего две страницы. В конце количество кредитов в общем и средний GPA. Самое интересное, в этот результат не были включены оценки за госэкзамены, не было тему дипломной работы, не было как-то немножко сжатое, но я наверное думаю, это не обязательно было учитывать. Поэтому в принципе я довольна результатами. Я надеюсь, что это видео было полезным и понятным, несмотря на то, что я говорила так быстро и скомканно. В дальнейшем я запишу видео о том, как я получала грин карты, разрешение на трудоустройство, social security. Но это будет в дальнейшем, потому что пока у меня нет этих документов, но уже скоро-скоро, я уже скрестила пальчики, надеюсь их получить. Следите за новостями, подписывайтесь на мой канал и ждите новых видео. Спасибо, что посмотрели это видео, пока-пока!